сегодня мы с линдой пришли на концерт в колледже искусств ушли мы раньше оттуда вот потому что концерт не понравился очень затянутая была официальная часть на самом деле особых как бы эмоций я в очередной раз не испытала обычно я мне нравится приходить в колледже искусств потому что воспоминания такие ну душевные часто мне он снится потому что очень много связано эмоциональных переживаний с ним то что там я училась уже будучи взрослой я поступила 22 года окончила 26 развелась пока там училась да вообще принципе а сцена она обнажает многие чувства когда ты танцуешь когда твой труд связан с тем что надо на сцене да все твои чувства все твоя жизнь эмоции все обличено да вот как цискоридзе говорил мне нравится что говорит такая смотрю как на своих студентов танцовщиков да не танцуют вверх на как они даже сексом занимаются когда я даже могу им рассказать да что они предпочитают что они любят то есть тело выдает все когда танцуешь на сцене не цискоридзе да но все равно все это тебя из тебя делает что-то другое ты сможешь это другим человеку что ли более открытым более прямолинейным к себе к миру много чего не стесняешься не стыдишься что иди ты сюда господи иди сюда ну что мы пришли с концерта обратите внимание на шторки позади меня вчера сняла эти давнешние шторки дешевенькие знаете такие дешевенькие там как это называется ткань как шифончик такой был у нас короче все они старые грязные выкинуть надо уже их они отстираешь их страшно стирать под высоко ну не можно попробовать ради эксперимента покипятить этот синтетику но все равно это уже не то а эти короче шторы я откопала в шкафу тому мужа муж сказал что этим штором столько сколько мне но выглядит очень прилично качество потому что качество ребят хорошо выглядит вот повесила хоть так чисто не идут но зато ярко да кстати вот ведь как даже ярко снимать на их фоне ведь как такая шторина идет даже к своему свитеру ну что давайте поговорим о том концерте куда мы сходили вообще обо всем об этом да а бюджетных учреждениях образования а сфере культуры искусства давайте поговорим я пельмени сейчас собираюсь варить надо сейчас вода кипит надо их закинуть концерт мне не очень понравился потому что была очень затянутая официальная часть и мы короче ушли раньше я просто не могу сидеть долго у меня спина затекает она меня всегда затекала сейчас вообще не могу сидеть не не могу вот по я луга готова даже что-то работать физически и там землю копать но сидеть я не могу мне очень тяжело поэтому я подружку свою пригласила вот и она может пойдем потом как-то скучно вы знаете ну как-то скучно там какие-то ну там и театральный нет я говорю когда хореографии еще интересно смотреть я люблю хореографию театральные номера мне вообще не интересно смотреть они что-то говорят вы знаете я может быть это прозвучит конечно не очень но они халтурят говорят невыразительно играют плохо говорят что-то я даже не понимаю что говорят потому что это настолько невыразительно и бесталанно бесталанно там пели что-то тоже поют я даже не понимаю что они поют потому что вы знаете как объяснить без души поют без души потому что даже когда чушь говоришь но с душою это совершенно по-другому откликается я почему-то именно сегодня вспомнила когда вот мы я не знаю когда мы выпускались это был наш год или может быть ну в общем когда мы учились я просто не помню на каком это курсе было выпускался какой-то курс а вот вы знаете вот кто может быть будет смотреть колледжевский вспомнит там какая-то даже специальность называлась я вот не знаю с чем их связано что-то ли социально-культурная деятельность и там учился паренек уже такой взрослый он был инвалид он как-то поднимался хромал то ли даже его как-то привозили как-то что ли даже как-то на коляске но помню что на сцену его вывезли вот как-то что типу даже как на коляске или даже ну как-то он то ли не ходил плохо то ли вообще не ходил то ли ходил плохо и он уже был довольно таки взрослым то есть там не мальчик какой-то ему уже было так я не знаю но наверное может 30 лет может может даже постарше фиг знает и он и когда они выпускались это был ли вы какой-то концерт видимо выпускной что ли их что-то такое мы почему-то сидели мы студенты может быть мы там тоже что-то станцевали а потом сели в зрительный зал и я помню что он пел какую-то песню аллы пугачёвой что какую-то у так вот сейчас я остановлю запись даже может я найду эту песню ребят не помню точно какую песню короче я стала искать думаю ладно пофиг может быть не отрекаются любя он пел то ли может в какую-то из пугачёвой в таком же ну как репертуаре до стилистике какая-то песня была очень грустная у него вокальных данных так таковых ну не было но паренек ну вы понимаете пришел получать образование видно инвалид понимаете вот есть такие бывают до ситуации что вот ребенок инвалид с детства и ему все равно как-то вот этой в колледже кстати я видела да это мы на музыкальном отделении все равно как-то получает образование и он это так эту песню ребятки чувственно спел так сейчас пельмени красивая осанка псков групповые занятия для детей индивидуальные занятия для взрослых так он и и спел ребятки и вот ты смотришь человек с чувством спел хотя данных нет ну пейте там видом научили в рамках профессии скажем тогда все равно так как выдаются нам как и не знакомого специальность ну что-то видать давали базы основу вот это вот музыкальное знание до музыкальной грамотности так вот я хочу сказать что способности от природы это еще не все если у тебя нет понимания вот этого вода мозгов нет внутри и чувств нет вот ты ничего не сможешь в искусстве добиться я вот сейчас смотрю этого цискоридзе мне так нравится цискоридзе я цискоридзе обожаю знаете за что за его духовное за состояние души за его ум мне он вообще так нравится мне помню бабушка рассказывала что он какой-то передачи был на канале россия какая-то развлекательная канала и он канал на передачи какая-то развлекательного характера и он значит он сказал что говорит я дома уборку делаю сам я все сам дома делаю стираю и глажу убираю то есть такой знаете перфекционист а я же сама перфекционистка конечно не во всем но вот мне такие люди нравятся то есть такие люди которые хотят всегда на что было на 5 и вот я смотрю сейчас его видео там на канале youtube смарт-балет там они с этим еще лысеньким как его илья по моему зовут тоже ведь они учились видимо вместе вместе работают сейчас как он цискоридзе отзывается в учениках выпускника которые сейчас работают в большом театре или где-то там других местах и вот о некоторых он говорит что вот данные были а вот мозгов внутри не было в голове и когда мозгов нет вот я хоть какие данные но ты не сможешь какого-то результата такого глобального добиться и что-то показать из себя вот поэтому данные это еще не все мозги надо иметь чтобы мозги были да но мне сегодняшний концерт не понравился затянутая официальная часть а а затянутая и какая-то не слишком ну как сказать ну какая-то вот такая муторная так акцентов не было в официальной части логических акцентов может быть ее надо было разбить эту официальную часть как-то очень короче муторная потом номера пошли танцевальные музыкальные и тоже знаете логическая связь прослеживалась слабо хотя концерт назывался формула любви я не знаю чему там посвящен по мотивам какого-то фильма формула любви или там какие-то традиции колледжа я не знаю там в общем сзади нас сидели какие-то тетки бывшие выпускницы нужно такие знаете старые старые такие и они очень все комментировали живо вот вы вышли танцевать ансамбль юность и у них там был такой это сложно назвать конечно классическим танцем понятно у меня еще подруга моя спросила ты тоже танцевала так игру не игру еще до громко получилось я гребла слишком старая для меня старая без данных как какими там классический как репертуар о чем вы вообще вышли девчонки в этих ну как и юбочки беленькие платья сада типа как это шопиньяна так как это называется я не понимаю даже как это называется и тут и тетки за здесь стоят четвертая позиция неправильно че твой ножку не так открыла стоит криво мы сидим с подругой слушаем господи ну чё вы придираетесь а бабы вынося то посмотрите закончили колледж искусств посмотрите на себя старые и толстые вот одна девочек указывать какая позиция мне подруга еще сказала горит слушай горит а кто тут педагоги я считаю что педагоги должны как бы ну вот люди как бы этой профессии должны как бы всегда всю свою жизнь свою конечно себя форме держать ну да ну понятно что жизнь сама действует свои правила многих людей то найти у женщин особенно там климакс там не всегда себя в форме сдерживаешь это понятно и жизнь такая знаете эмоционально нестабильная и люди да не все могут себя контролировать это понятно ну вот эти тетки сзади сидящие но они нас реально выбесили до сидят девочек комментируют этих с четвертого курс этих не за какого не курса а сами-то на себя посмотрите сидите старые толстые тетки и что-то еще там указывается понятно там девочки да понятно как так же как и я пришла учиться тоже хоть нам когда мы учились на хореографии нам все говорили там в качестве порицания вы как это любить как это самодеятельность сама такая то есть самодеятельность ну куда после колледжа еще пойдут работать самодеятельность с обычными детишечками и они обычные студенты и пойдут работать но редко когда на уровне пскова там придет какие-то такие одаренные они все уезжают в питер и москву а здесь обучение да будешь работать самодеятельностью да вот поэтому что вы к девочкам предъявляете претензии они такие какие есть и у кого-то и грудь большая стоит да и и что с этим делать у кого-то и вес лишний стоит ну видно да спинка у кого-то кривая что делать сейчас дети нынче больные пошли а почему больные заколоты обколоты как курятины вашими эти всякими примочками еду едят плохую из магазина пятерочка и магнит да все это сказывается на здоровье витаминов не хватает опорно-двигательный аппарат отстрадает до от нехватки кальция витамина d и всех остальных поэтому девочки вот так и выглядит раньше конечно поколение было сильнее ну шо вы сравниваете а сейчас все ортопедически больные вот поэтому что вы от них хотите пусть танцуют как танцуют нет ну я ничего не говорю и конечно слабо там танцевали хотя я сама была не лучше но я прекрасно же могу оценивать да слабо невыразительно так ровно но зато ровно вот единство за что могу похвалить ровно а это иногда даже важнее чтобы ровненько все были бы смотрелись ровненько да это даже иногда важнее чем ну выразить не было такого знаете что посмотришь ой ну звезда пляшет а ну ровненько ровненько вот там какой-то танец был костюмы не очень подошли эти тетки сзади сказали что те костюмы с чикаго ну с бахромой которые да они немножко костюм не подходил к их танцу вот ну что в целом сказать театральные номера меня вообще не впечатлили они там что-то говорили говорили я вообще даже понять не могла чем они говорят потому что это все мне выразительно было невыразительно я вот и когда говорят невыразительно без чувства без искренности я это сразу понимаю это слушать не могу я театр ненавижу потому что эти придурства на сцене я просто смотреть не могу понимаете люди говорят даже сами не понимают о чем а как же я могу понять если вы сами говорите не понимать что говорите невыразительно заучено это все дела а я даже тоже не понимаю я слушала я пыталась понять о чем они там говорят в спик эти сценки да какие-то единственно что мне понравилось когда был были эти представления мимы вот я поняла что мне начинается когда без слов да если не умеете говорить лучше молчите лучше изображаете вот это вот все как это без слов вот это изображает мне это нравится даже когда особенно смешно а делают это вот это я люблю вот и как сказать я вот и говорю об одном жалею что когда в колледже я училась мне все нравилось как бы не было и чтобы не было мне все нравилось но мне бы так хотелось прийти учиться туда здоровенькой они с моими тоже ортопедическими проблемами которые я так понимаю с детства с детства тоже я может быть родилась с этими разными бедрами но скорее всего я родилась с какой-то под вывертностью бедра или что но этим никто не занимался и у меня всести образовался этот сколиоз да и сейчас страдает я не могу сидеть долго и танцевать конечно я очень хотела я смотрю таки все соскоридзе ролики да вот это все как он рассказывает против балерин как бы я хотел я к смотрю я прям я душой живу когда я смотрю как эти балерины я бы тоже хотела также но я хотя бы радуюсь тому что в моей жизни я сама себе подарила возможность 22 года пойти отучиться в колледже искусств да хотя бы с этими своей больной спиной меня взяли меня хотя бы ну взяли то что пришли сколько пришли с тех и взяли так в тот год конкурса особо не было и я все равно рада что в моей жизни это было но конечно мечта у меня заново родится в здоровом теле в здоровом теле и чтобы вот жизнь свою посвятить сцене и танцевать потому что и ну какой-то момент я просто поняла что ну надо с этим заканчивать я сейчас занимаюсь направлением красивой осанкой я понимаю что это именно то в чем я могу проявить себя что я могу этому больному поколению дать все знания и как-то их жизнь ну те знания дать которых не было у меня и чтобы их жизнь прошла несколько лучше не как у меня может они состояние с моего свое могли бы здоровье скорректировать и понимали что что это как это важно иметь здоровый опорно-двигательный аппарат да и если он не здоровый от рождения что-то такое уже есть дефекты как важно ну правильно понимать что-то тебе можно в этой жизни а что нельзя да но я бы очень хотела родиться заново и прожить жизнь балерины именно вот такой которая всю свою жизнь отдает сцене я бы так этого хотела чтобы мое тело могло выразить все потому что даже когда я в колледж пришла учиться я понимала что я мне только столько хочется с телом высказать а я не могу потому что я ограничена моими физическими возможностями вот сейчас я не знаю к чему это приведет я вам рассказывала что я благодаря своей программе выровняла себе сколиоз и поставила бедра в правильное положение и выяснилось что у меня одно бедро выше другого я теперь ровно стою на двух ногах но одно бедро выше другого и от мы сегодня вышли из колледжа я свои подруги говорю мне так жалко что когда я училась в колледже я же училась с перекошенным тазом вот эти вот что я вам рассказывал эти жалобы я вам сейчас покажу я вот вам жаловалась на то что у меня бедро ограничено она у меня была ограничена просто потому что у меня ноги выровнялись вот как у меня сейчас если спущу я сейчас микрофон подвину вот я сейчас стою на двух ногах да ровно у меня чувствую свой таз он ровно вот ограниченность моя бедра вот вот я даже боком повернуть вот я больше не могу его открыть если это нога открывается вот сюда да то вот это все вот так это я сейчас ровно стою я чувствую что я стою на двух ногах а если я сейчас сверну положение которым я раньше была ноги немножко возвысила левое плечо и немножко закрутила таз и получается так что бедро правое опустилась вниз они как бы стали теперь на одном уровне но правда левая нога немножко чувствую приподнялась и вот я так и училась и вот видите вы воротный сразу расстрой и это получилась я такую станка стояла чисто стопы раскрыла выворотно вот я так и училась вот оказывается вот он таз у меня вот он ровно вот я сейчас чувствую трогаю себя за тазовая кости я чувствую что я на двух ногах стою я сейчас отведение бедер делаю и чувствую что у меня левая нога работает даже чувствую ее больше чем право потому что она у меня тут у меня мышцы нерабочие и ягодица у меня тут и сдутая сдутая ягодица ну посмотрим к чему это приведет это такой как бы эксперимент получался над своим телом делаю посмотрим чем это все закончится не приведет ли это к тому что мое правое бедро начнет разрушаться может и такое быть потому что получается что я скорее всего родилась с этими разными бедрами ну не знаю что-то под вывертность дисплазия я не знаю как что это и вряд ли я и узнаю то что нынешняя медицина просто мне этого не скажут если я приду и скажу помогите мне скажут девочка у тебя ничего не болит ну типа тетенька да иди ты нафиг приходи если болеть будет да но я хочу сказать что сейчас не болит это видимо у меня бедро постепенно вставала на место и было боль а сейчас она встала связки подтянулись я щас буду мышцами все равно стараться разрабатывать это что я я верю в то что правое бедро я могу мышечно разработать и все равно выворотность эту развитие в это верю я верю потому что у меня есть эти признаки дисплазия гипермобильности я верю что я смогу раз я смогла себе сколиоз утянуть мышечно значит у меня вот все такое связки у меня подвижное я смогу это сделать я это верю но здоровым человеком ортопедически я конечно не стану потому что разные бедра и они от рождения разные тема грустная вы не поверите как бы мне хотелось родиться с хорошими данными и вот ну я надеюсь вы не будете очень возражать если я покушаю до дома да то я все вам показываю как это в кафе хожу кушать дома пельмешечки вот пельмешечки со сливочным маселец а здесь у меня заварен был вчера настоян эти господи как шиповник по-моему шиповник если я не ошибаюсь сушеные давным-давно покупала вот пью чтобы лишняя водичка выходила как мочегонная природная ну тут еще витамины должны быть наверно c витамины наверно как важные что-то еще пью 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 ну что хочется еще сказать о концерте концерт бюджетный это бюджетные учреждения мы должны понимать поэтому подготовка студентов она же тоже для бюджета и и вот это конечно отрицательный момент до что готовят для бюджета работников и это как бы сказывается на образование то есть у нас россии еще есть такая вот жесткая грань того что бюджетные учреждения вот эти вот они готовят для бюджета то есть там нет от этого маркетинговой составляющей как продать свой товар услуг как продать себя на рынке услуг до в рыночной экономике самый комфортный вариант после колледжа искус да идти работать бюджет тебе все понятно тебе все знакомо и и понятно что от тебя хотят зарплата мизерная да ну зато все понятно и тебя к этому и готовили а в рыночных реалиях ты не сможешь тебе придется учиться заново заново себя продавать понимать что надо да потому что рынок он такой он злой тому что тебя научили бюджете может оказаться не востребована на рынке на она будет как постигать какие-то другие стили например хореография да и вот некоторые говорят а зачем вообще тогда учиться не учиться надо зайники надо все равно вот надо учиться вот единственно что людей обманывать не надо это у меня хумус хумус я обязательно в хумус добавляю какое-нибудь масло после полезное например оливковое и семечки то у меня куплен микс этих семечек там куджут лен что-то еще вот а сейчас мы были в ленте я мужу говорю купи мне масло конопляное оно очень полезное зайники конопляное масло это самое ценное из масел там очень много того чего нет в других маслах вот но я еще правда его не пробовал надо будет попробовать завтра вот надо будет потому что сейчас попробую час я достану вот оно масло конопляное нерафинированное так после вскрытия хранить темном месте потрясем немножко не знаю почему-то я думаю что на немножко встряхнуть супер запах как и оливков дать еще сюда налью хотя у меня тут и так в бабу баха на масло ну ничего жиры жары зайки нам нужны жары бабам нужны жары зайки зайки не только на ляшках но и вот бутылочку да попробуем ой слушать какой она приятная какой она приятный и вкус у него такой слабенький но приятный приятный маселец очень полезно очень полезно для салатов но я вот с хумус добавляю я чуть-чуть хумус люблю поесть вкусненько семечки вот эти люблю всякие полезные вкусненько дорого со всеми скидками там типа 300 рублей за бутылку но там у нас это подписка лента я говорю знаешь что ты все чипсы покупаешь масса намного ценнее чем чипсы кстати какой у страны но она российская до россия новгородской области вот конечно хотелось бы какой-нибудь ну ничего россия тоже сойдет конопля на прикольными конопляное масло так что вот не понравился мне концерт обидится если кто скажет будет смотреть но не понравился я ушли раньше у меня ребенок устал я устала ноги затекли мне интересно было мне было не интересно вот вот если сказать о хореографии тоже обидится хореография конечно ну как бы она понятно что она для бюджета но хореография устаревшие это понятное дело вот потому что это хореография для бюджета вот и это надо понимать так не только в этой профессии во всех профессиях так что бюджет на учреждение готовят работника для бюджета а если в коммерцию хочешь эти работы придется учиться продавать себя понимать что он модно доучиться вас а переучиваться у нас этим очень страдает специальное образование в россии очень страдает вам любой скажет об этом там например какие-нибудь ремонтники автомобилей тоже получают образование где-то там да в этих училищах а потом ну или как это колледжах сейчас а потом придется учиться опять потому что знание все тупоревшие к рыночной экономике они никакого отношения не имеют уже а вот вот так заимки вот так вот так ну понятно что кто умеет учиться может и сам учиться сейчас века информация захотел нашел информацию да кто не умеет находить информацию покупают курсы где все разложено побывал полочкам умными людьми которые умеют эту информацию оперировать и продаются за бабки вот слава богу у меня способности к поиску информации есть и к анализу я это все могу сама делать знаю где что найти и что искать самое важное знаю что мне нужно найти в первую очередь вот так ну давайте напоследок мне пришла посылка из золотого яблока я себе на день рождения заказывала нет не на день рождения хотела заказать но тогда были цены большие потом раз и очень выгодная цена на все это казалось так ну покажу вам что мне пришлось что я заказала я заказала новую тушек моя плохая высыхает уже я заказала гель для бровей дарлинг и специально чтобы брови красиво укладываю что брови это очень надо и помаду себе заказала тоже дарлинг но я сейчас пока распаковывать не хочу друзья мои мой канал нуждается вашей поддержки в первую очередь это ваши лайки комментарии и подписки также вы можете угостить меня чашечкой кофе перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом donation alert все ссылки в описании видео а для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение стать моим доном в группе вконтакте невротичка оля нажмите поддержать автора и введите любую сумму удобную для вас и вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни психологическим разбором на примере моих ситуаций будьте готовы эти видео слишком откровенны люблю целую ваша невротичка оля